В принципе, манипуляция, что это такое? Непрямое воздействие на человека, на решение человека. Ребенок, в принципе, не может манипулировать взрослым человеком. Почему? Потому что он может только показывать какие-то протесты, он может показывать свое недовольствие. А все из-за чего? Из-за недостатка, наверное, внимания, из-за того, что с ребенком мало играют, мало общаются, потому что в наше время сейчас все заняты. Просто, чтобы ребенок не манипулировал вами, старайтесь больше уделять ему внимания. Достаточно, если вы работаете каждый день, выйти с ребенком погулять в свой какой-то вечер, попробуйте с ребенком выехать в парк погулять. Пока что Мишеньке 5 месяцев и манипуляции для нас не столь актуальны, потому что манипуляции, как правило, у деток начинаются ближе к 2 годам. Но, опять-таки, все сугубо индивидуально. На данном этапе до года детки пока что учатся просто общаться с родителями, подавать какие-то сигналы, распознавать сигналы, которые поступают от родителей. А также просто усваивать различные причинно-следственные связи между собственным поведением и реакцией родителей на эти подаваемые сигналы. Но, опять-таки, Мишенька периодически пытается добиться желаемого, например, чтобы его взяли на ручки. Он начинает капризничать, он начинает плакать. И это сигнал к тому, что ему стало скучно, ему надоело, либо его что-то беспокоит, и он как бы хочет просто на ручки. Возможно, болит животик. Но если мы видим, что у Мишеньки все хорошо, если же Мишенька в сухом памперсе, он не голоден, у него достаточно игрушек, ему уделяют внимание, значит, Мишеньке просто хочется, чтобы его взяли на ручки, ему хочется внимания. В нашей семье тема детская манипуляция очень актуальна. Раньше до полутора или где-то даже до двух лет я не знала, что такое манипуляция, и что ребенок может вообще в априори манипулировать родителями. Но вот буквально месяц назад у нас такая ситуация сложилась в семье. В основном мы манипулируем едой. Мы отказываемся от еды. Что бы я ему не приготовила, он есть не хочет. Но требует то, что он любит больше всего. Соответственно, мне приходится готовить его любимую пищу. У наших друзей дети манипулируют по-разному. Истерики в супермаркетах, истерики во дворе, если забирают игрушку или не дают, что они хотят. Они борются по-разному. Я стараюсь со своим ребенком разговаривать на равных, либо же в игровой форме. Бить вообще я не советую детей, потому что в этом возрасте ребенок маленький, и, соответственно, он сдачу не может дать, и он не может понять, почему вы его трогаете. И вообще я считаю, что в принципе манипуляция это не есть проблема. Просто ребенок еще маленький, и так он выражает свои мысли, эмоции и потребности. Что делать, если дитина пытается вами манипулировать? По-перше, нужно выяснить причину. Потому что дети не все манипулируют, не всех есть такие желания, возможности и способностей. Но если дитина делает то, что мы доросли можем назвать манипуляцией, нужно обязательно выяснить причину. Потому что может быть, что дитина манипулирует, когда она не хочет что-то делать. Когда она, например, не хочет идти в садочек, не хочет идти в школу, и она может сказать, что в ней что-то болит. Это такая манипуляция, очень ширина. Болит животик, болит голова. Вы скажете, ну хорошо, сегодня не идешь, и чудо, в ней перестает все болеть. Тут могут быть два варианта. Первый вариант – она просто не хочет идти, не хочет учиться, не хочет заниматься. И тут другой вариант. Но может быть, что это означает того, что там ей плохо. Можливо, ее ображают. Можливо, ее делают неприятно. Можливо, ее делают что-то болящее. Можливо, ее там бьют, не вважают. Поэтому перед тем, как сказать, ну вставай, ничего в тебе не болит, и пішли, спочатку нужно точно знать, что дитина это говорит не в том, чтобы себя защитить. Если вы уверены, что в детском закладе все нормально, то мы переходим до другого варианта. Это договорение. Дети, которые начинают с вами маніпулювать, с ними нужно договориться. Трешки вы погодились на что-то, трешки дитина на что-то погодилась. То есть вы не маете нести информацию, что я сказала, и так и будет, потому что я мама, чья я тато. А я поважаю твою думку, но у нас есть определенные правила. Давай, ты сделаешь так, а я, там, мы на выходных, мы идем туда, куда ты хочешь. Мы прекрасно понимаем, что нас ждет впереди, что нам не избежать в дальнейшем попыток маніпуляции. Но ребенок учится маніпулировать от родителей, поскольку он полностью копирует наше поведение. То есть мы должны в первую очередь следить за собой, за своей стратегией воспитания. А во-вторых, мы должны стараться распознать первые попытки маніпуляции, чтобы у него не возникла причинно-следственная связь. То есть я начинаю плакать, родители сразу же делают то, что я хочу. Я там начинаю баловаться, родители, естественно, прибегают и вделяют мне внимание. Поэтому ребенок должен расти в любви, должен получать должное внимание, чтобы у него, во-первых, не было необходимости в такой маніпуляции. И родители должны быть максимально последовательны в своем поведении. И всячески избегать того, чтобы вестись на эти детские маніпуляции. При этом сохранять максимальное спокойствие. У нас есть пример. Это наши друзья семьи, у которых есть двое деток, старший и младший ребенок. Вот старший ребенок, он пытается манипулировать родителями, он просто всего лишь хочет внимания. Остановите для ребенка какие-то основные границы и объясните, что все-таки окончательное решение будете принимать вы. Не ругайте ребенка за негативные какие-то эмоции, а постарайтесь просто выслушать, понять, почему он так себя ведет. Будьте честным, открытым. Надеюсь, все мои советы помогут вам решить проблему такого рода. И просто подумайте, может быть, в какой-то момент, когда ребенок пытается манипулировать вами, нервничает, капризничает, просто он хочет немножко побыть с вами, это предоставит вам еще больше возможности побыть рядом, подарить ребенку тепла, просто сблизит вас с вашим ребенком. У нас был один случай в супермаркете буквально, наверное, месяц назад в детском отделе. Он увидел игрушку и начал топать, плакать. Но как дети ложатся на пол, у нас такого не было. Но тем не менее, я его смогла переубедить, что эта игрушка ему не нужна, и дала право выбора выбрать ему игрушку, ту, которую действительно нам нужна, и которой бы он игрался. То есть я считаю, что в принципе каждый родитель, отец или мать, бабушка, дедушка, с ребенком нужно просто общаться, просто разговаривать. Вот мы, допустим, я с самого рождения по квартире с ним ходила, и с самого рождения с ним разговаривала на уровне взрослого человека. Я ему проговаривала вслух, что это хорошо, это плохо, это можно, это нельзя. На улицу, когда мы выходим гулять, я ему тоже говорю, что с детками нужно делиться игрушками, ни у кого ничего нельзя забирать. И он как бы слушает, и главное это говорить в очень спокойном, уравновешенном состоянии. Ребенок, прежде всего, чувствует свою маму. Он с рождения еще с мамой связан ниточкой. Поэтому, если мама спокойная, то спокойный будет соответственно и ребенок. Часто діти маніпулюють, будем так називати, батьками, коли хочуть отримати від них увагу, повагу, коли хочуть отримати від них час, але у батьків немає можливости або бажання приділити їм цю увагу. Сісти, почитати книжку, подивитися навіть просто мультик. В них є дуже багато роботи, дуже багато завдань. І дитина, її психіка дуже пластична, вона дуже підлаштовується під ситуацію. Дитина починає розуміти, що якщо мені хочеться, щоб мама або тато більше зі мною провели часу, але вона не може в 4-5 років сказати це, вона починає маніпулювати, вона починає плакати, вона починає псувати речі, вона починає щось робити постійно і неприємно. І, звичайно, батьки що роблять? Вони звертають на нею увагу. Тобто, дитина отримала бажане, але вона отримала через такий деструктивний спосіб. Можливо, навіть її за це й насварять. Але дитина отримає найголовне – це батьківську увагу. Тому і маніпуляція – це вже такий… Коли ми говоримо про профілактику маніпуляцій, то дитина тут ні до чого. Тут велике питання до вас, шановні батьки. Що ви такого робите в сім'ї, у спілкуванні з дитиною, що вона вдається ось до такого способу. Така поведінка, як маніпуляція батьками, вона не від того, що дитина все добре, не від того, що дитина щаслива, що їй дуже комфортно, а від того, що їй некомфортно. Що з нею щось відбувається таке, що їй неприємно, вона хочеться змінити. Ну і вона знаходить спосіб. Дякую!